Мы добрались до самых-самых-самых настоящих мангровых лесов Сундербан. Это национальный парк называется Каразан. Вход в него 6 долларов на человека, на взрослого, европейского человека. А местного-то, конечно, совсем копейки, поэтому местных тут очень много. А нас, как увидели, очень обрадовались, потому что билеты-то не дали. И между собой быстренько деньги поделили. И это правильно сказал мой муж. Что тут? Надо пользоваться моментом, что туристы приехали белые. Интересно очень наблюдать за мангровыми деревьями. Они снизу как будто побеленные. Прямо вот на метр где-то побеленные. Потому что вода поднимается на метр. И вот здесь очень хорошо видно. Вот покажи. Как будто бы его побелили. И так каждое дерево как будто побелили. Местные прямо так смешно изображают, что как будто фотографируют деревья. А я смотрю в их экран. Они сделали селфи, чтобы меня видеть. Вот так. То есть меня фотографируют. Я тут достопримечательность интереснее, чем мангровые деревья. Все нравится, очень интересно. Сначала мы посмотрели первое, это оленей таких пятнистых. Потом посмотрели крокодилов. Крокодилы были как в сетках, которые прыгают большие. Они прям полностью закрыты сетками. Маленькие были, я не заметила, тоже под сетками. А еще были крокодилы, прям как в живой природе. Просто ограждено и обозначено. Осторожно, крокодилы. То есть тут живности полно. Говорят, что в этих лесах есть и тигры бенгальские. Но так как мы тут шумим, скорее всего, вот в этой части их нет. А так вообще встречаются. Вот наш сопровождающий, он не гид, потому что по-английски тут никто не говорит. Мы сами все смотрим. Ну и какие-то слова находим общие, которые он знает и мы знаем. Он сказал, что показывает, он в основном нам все показывает. Показывает, что следы мы видим у нас на вилле, где мы живем, тигра. То есть получается, отсюда вот они добегают до того места, где мы живем. Жарко, как в джунглях, вот так влажно. Где-то плюс 31. Есть торговцы, которые продают, как я сказала, о, моду. Все бенгальцы аж обалдели. Могла, погла, а не я. Могла, могла, а не я. Они от меня просто тащатся, что я знаю это слово. У них мед не как у нас мед. Он немножко как брашка немножко. Медовуха. Во, лучше медовуха сказать, да. Потому что он такой жидкий и как будто с градусами, да. Вот как будто алкоголь в нем есть. Вот. И я-то с ним блины сегодня ела и вчера чай пила. А они его вот продают здесь такими большими баклажками. И когда я остановилась и сказала, что это, о, моду, они все аж обрадовались. Так что я знаю бенгальский язык. Они говорят, она говорит по-бенгальски. Вот. А сегодня утром тоже они там друг другу передавали. Смотри, смотри, она знает это. Наши слова. Ой, не могу. Так прикольно. Вообще весело, конечно, в Бангладеше путешествовать. Ну, надо знать, где просто путешествовать. Вот я так думаю. Всем привет из Бангладеш. Продолжение следует.